Хэй, ребята, всем привет! Я думаю, большинство из вас хотя бы раз в жизни, как художник, сталкивались со стереотипами. Так уж получилось, что они правят нашим миром. И чем бы вы ни занимались, и что бы вы ни делали, всегда будет парочка стереотипов о вас. Это неизбежно. Сегодня хочу рассказать о тех стереотипах, с которыми столкнулась лично я, ну, либо же мои знакомые. Может, по пути поделюсь историями, ну, в общем, поболтаем о всяком. Возможно, буду ругаться, матом, всё-таки тема бесячая. Так что я вас просто предупредила заранее. Сразу скажу, что не было таких ситуаций, которые меня прям доводили до истерики или что-то такое. Это просто слегка раздражающие вещи, которые повторялись довольно часто, наверное. И с ними надо было просто смириться. Ну, потому что люди, которые так говорят, никуда не исчезнут. Всегда нужно помнить, что не все шарят за худсферу, поэтому подобные вопросы от таких людей, ну, в целом, нормальные. Но что поделать бедным художникам, которых они уже достали? В общем, я надеюсь, вы мою мысль поняли. Давайте начнём. Первое, самое бесячее, это... Ты так красиво рисуешь. У тебя явно талант. Талант, да. Как же я люблю этот талант. Вот он слева направо. Ладно, давайте серьёзно. Я не отрицаю наличие таланта у некоторых людей. Есть такие художники, у которых, ну, просто получается всё быстрее и лучше. Они всё схватывают на лету. Они знают то, что не знают другие. Или что-то в этом роде. И да, это талант. Но настолько ли он важен? Ну, даёт он какие-то 5% бустинга. Как и вип-пропуск в игре. Ты можешь получить больше остальных за более короткий срок. Только вот обычный игрок может добиться всего того же без вкидывания денег в монитор. Ситуация такая же. Много учишься и рисуешь. Вуаля, ты чему-то научился и стал хорошо рисовать. Ты талантливый, но ничего не делаешь. Ничего и не будет. Вроде бы, всё логично. Но эта фраза бесит лично меня тем, что она обесценивает труд человека. Вот типа, это не ты такой хороший. Учился, старался, возможно, потратил деньги на что-то. Нет. Ты просто талантливый. Особенно раздражает, когда заходишь в комменты, а люди пишут. Вот бы мне такой же талант. Будто бы есть какой-то, знаете, тайный секрет, о котором никто никому не рассказывает. И просто сидят эти талантливые в художнике. Большой группкой и всё. Это не так. Всему можно научиться. Главное не сдаваться. Серьёзно. Второе. Если ты художник, то умеешь рисовать всё. Откуда этот стереотип пошёл, я понятия не имею. Но как раз из-за этой штуки пришлось прописать в плашке с заказами, что я не рисую или рисую плохо. То есть, я имею теперь список, чтобы люди заранее знали. Правда, его не все читают почему-то. Итак. Имел я неосторожность в своё время взять на заказ антра. Просто попробовать. К тому же, заказчику понравился скетч. Значит, наверное, всё было не так и плохо. И вышло не то, чтобы очень хорошо, а как по мне, вышло очень не очень. Но картинка уже существует в портфолио. И этот арт попил мне кровью очень знатно. Потому что мне ещё какое-то время писали люди с просьбой нарисовать им их антроперсонажей. А при отказе кидали этот сраный арт. Хотя, казалось бы, на нет надо бы просто отстать. Сразу в свою защиту скажу, что я плохо рисую сложных антроперсонажей и животных. Таких, которых, ну, любят заказывать фури комьюнити. Да и в целом, это не моя тема. Но из-за одной картинки у меня как раз был период, когда мне писали исключительно фури заказчики. А я просто не знала, что с этим делать. И тут надо бы потратить пару лет, чтобы научиться рисовать прямо стоящий в дне персонажа. Чтобы он не выглядел как лох, который сломал себе все кости и они неверно сросли. А тут ещё оказывается, что художник должен там что-то ещё уметь рисовать. Но не всем дано. А главное, да не всем это нужно. Возможно, кто-то просто хочет рисовать портреты в своё удовольствие. Возможно, абсолютно одинаковые. Но рисование это, по большей части, всё-таки хобби. И должно приносить удовольствие. Если вам это нравится делать, то рисуйте это и не слушайте никого. Третье. Моё любимое. Просто потому, что теперь я это вижу чаще, чем когда-либо. Рисовать это не в шахте работать. А сидеть в офисе не на поле картошку сажать. А коров да и не на тракторе ездить. Короче, продолжите цепочку сами. Её вообще бесконечно можно продолжать. Скажу так. То, на что учился и чего хотел от жизни, то и получил, видимо. Раньше моя мама страдала такой хернёй. Вот рисование не работает, там даже не устаёшь. Да и кому это вообще надо? Кто покупает эти картинки? Пришлось учить её смотреть на мир глазами художников. Даже сраный дизайн на этикетке от хлеба кто-то придумал и нарисовал. Буквально над любым предметом в вашем окружении работал какой-то из художников или дизайнеров в той или иной степени. И, кстати, да, это помогло. Теперь моя семья так не говорит. Зато бывает, зайдёшь на ютуб, где сидит прогрессивная молодёжь, которая, по идее, должна тебя понимать, а тебя не считают за работника. Ну да, чисто сижу тут как тунеядец. Ничего вообще не делаю. Могу закинуть ножку на компьютер. Второй ножкой долбануть по системнику, чтобы он сделал картинку за меня. Мне только планшет подключить надо. А я её, в общем-то, потом, ну, выложу. Чё там, три минуты работы. И деньги не надо в это вкладывать. Оно само. Всё пришло. Вот так вот, по магии. Мне кажется, такую фигню может сказать только человек, который либо вообще никогда не рисовал, либо только начал и вчера научился пользоваться заливкой. Иначе как вообще можно обесценивать труд другого человека? В конце концов, люди тратят время и деньги на учёбу, чтобы работать потом по профессии. А художник сейчас весьма актуальная профессия, так-то. Четвёртый пункт в тему работы. Художники бедные. Отчасти я могу понять, откуда у людей такие мысли. Много детей и подростков начинают рисовать, ну, просто реально как хобби. Ставят себе цену в 5 рублей и живут. Почему? Ну, потому что им эти деньги не то, чтобы нужны дополнительные заработки. Купить булочку в кафешке у школы и всё. Либо же куда более серьёзные художники, которые хотят работать, но у них просто не выходит раскрутиться. И поэтому они решаются брать заказы чисто за минимальную цену, лишь бы заказы были. И чаще рисование это как раз хобби, поэтому для того, чтобы оно стало работой, нужно иметь другой источник дохода. Ну, либо просто жить с родителями, если вы ещё не доросли до такого. Ну, то есть, как и с любым другим, в общем-то, хобби. Всё логично. Стереотип херня. Бедные только те, кто по каким-то причинам пытаются уйти в рисование, не имея средств на существование. А школьников нельзя считать за бедных людей, потому что, ну, им и не нужно работать. Пятый пункт. Художники очень замкнутые интроверты, депрессивные и любят сидеть одни на задней парте. Здравствуйте, с вами Брис, тот самый человек-стереотип. Ладно, не мне говорить про этот пункт, серьёзно. Ну, учитывая, что он буквально про меня, но вот что я заметила. Большинство художников, с которыми я либо общался много, либо как-то контактировал с ними, очень даже общительные и незакомплексованные люди. Они нифига не депрессивные и вообще очень позитивные челы. Таких, как я, не так-то и много. А может, это просто ко мне всякие экстраверты тянутся. Но то, что вот не все художники поголовно-депрессивные сидят в конуре, смотрят в окно только по ночам и прочая откровенная хрень. Мир уже давно не такой. Шестой и последний пункт, буквально штука, которая преследовала меня очень-очень долго. Ещё когда я училась в школе в универе, ко мне подходили люди познакомиться, пообщаться и такие «О, ты, наверное, рисуешь, да?» И что вы думаете, я сидела и рисовала там при них? Или, может, у меня руки изрисованы? Или там что-то из этого? Может, у меня испачканное было лицо в краску? Нет, просто у меня были цветные волосы. Я не знаю почему, но если волосы у тебя выкрашены в ярке, то ты точно художник, потому что так делают только они и вообще больше никто. Ни одна субкультура на планете. Я красила волосы вообще постоянно, в каких только цветах я не была. И делала я это исключительно потому, что мне нравилось смотреться в зеркало и видеть яркое пятно на голове. Я, кстати, не очень сильно люблю быть в центре внимания. Думаю, может, это кто-то понял за все мои ролики. Но, будучи подростком, меня это не так сильно смущало, чем сейчас. Наверное, когда-нибудь я соберусь с духом и всё-таки покрашусь вновь. Уж очень мне нравится, как это выглядит. Но сейчас я чуть более зажатая, чем раньше. И пока не хочу делать это. В общем, ребят, это всё, что я вспомнила из того, что было лично в моей жизни. И я с этим хотя бы сталкивалась. Я не стала затрагивать темы, за которые я не сильно шарю. Возможно, я сделаю когда-нибудь отдельный видос с другими стереотипами, о которых мне рассказывали мои друзья. Ну, а вы делитесь своим мнением, с чем сталкивались вы. Мы обсудим это. Надеюсь, вы не будете обижаться на людей, которые не состоят в худсфере и задают такие глупые вопросы. Как я уже сказала, понять, простить таких. Всё-таки нужно быть добрее. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. ВК, инсту, твиттер. Всё, что угодно, что вам нравится. Туда можете зайти. Спасибо. Ещё раз большое за просмотр. Всем отличнейшего дня. Не подвергайтесь стереотипам. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok